4 сентября в городском доме культуры у нас состоится первый праздничный концерт. Это концерт наших самых маленьких артистов. Это наши детки из коллектива «Веселые нотки» и «Домино», плюс наша хореография, младшие группы, которые будут поздравлять наш город Канск с юбилеем. Затем в 13.00, также в концертном зале городского дома культуры, состоится сводный концерт архиерейского хора нашего кафедрального собора и мужского сибирского хора Успенского монастыря. На этот концерт мы приглашаем не только православных верующих, мы приглашаем всех жителей города. Затем в 15.00 в городском доме культуры, также в концертном зале, состоится концерт символенческого оркестра имени Анатолия Бардина с краевыми солистами. К нам приезжают Андрей Луговской и Алексей Орлов. Поэтому любителей вот такого жанра творчества мы также приглашаем к себе в гости. В 19.00 наш город будет поздравлять государственный ансамбль танца Сибири имени Годенко. Поэтому все любители хореографии, я думаю, будут заинтересованы попасть на данное мероприятие. Ну и, конечно же, мы не могли обойти стороной молодежи. В 20.00 в концертном зале начинает работать молодежная группа ДК железнодорожников города Красноярска «Кристалл». Что касается пригласительных билетов. Пригласительные билеты находятся в свободном доступе в кассе городского дома культуры. Для жителей города Каннска все концерты бесплатные. Ну и для гостей, конечно, нашего города. Поэтому мы всех желающих приглашаем на эти концерты. Помимо этого, мы решили организовать на нескольких площадках уличные кинопоказы. Мы будем показывать на этих площадках архивную историю нашего города. То есть какие-то будут архивные документальные съемки показаны. И помимо этого будет показан хороший художественный фильм семейного направления. Эти площадки у нас начнут работать 4 сентября в 19.00 возле городского дома культуры. Это уличные площадки, сразу скажу, возле городского дома культуры, возле ДК строителей, ну и возле молодежного центра. Помимо этого, в сквере возле собора нашего кафедрального в 19.00 у нас будет ретро-площадка. Это будет играть наш духовой оркестр детской школы искусств номер один. Поэтому всех любителей оркестровой музыки мы приглашаем туда. Ну и еще новая у нас форма, которую мы тоже хотим опробировать 4 сентября. Это, так скажем, историческая выставка под открытым небом. Она начнет свою работу 4 сентября в 19.00 на улице Московской. От перекрестка с улицы Советской до перекрестка с улицы Пролетарской. Если наши жители города проявят желание и придут в этот момент, именно на этот участок улицы, она будет пешеходная, как пешеходный Арбат, то там они смогут попасть в разные эпохи, которые проживал наш город. Это будет такая историческая реконструкция. Я думаю, что для жителей это также будет интересно. Продолжение следует...